Работника общественного и физического друга, то есть какие-то минимальные, где оставлять, не разрастутся ли они потом опять в противоречии? Нет, ну это здесь, видишь, что значит оставлять, не оставлять, они все равно будут существовать, потому что умственный труд, это работа в основном головой, ну где-то там немного руками что-то там, писать или клавиши нажимать, да, какие-то, а физическая эта работа, это вкалывать, это лопата или там лом или еще что-то, да, или какой-то конвейер там, или ключ какой-то надо, или насос, что там еще. Поэтому тут никак, их полностью никак не удастся, не удастся. Да, я вижу выход только в том, что автоматизация уже будет... Ну он и говорит о культурно-техническом, да, он и говорит о повышении культурно-технического уровня, значит это может привести к тому, что один и тот же человек может заниматься и физическим, и умственным трудом, понимаешь? Не будет такого разделения, что вот одни люди занимаются только умственным трудом, одни только физическим. Ну просто пример, допустим, этот инженер, который вот на конвейере работает с роботом рукой, как там манипулятором рука, допустим, он и интеллектуал, потому что он программирует, как она должна правильно... А другой стороны, он должен физически взять это вес к 50 килограмм и перетащить к себе на ремонт. Нет, тут речь-то не только об этом. У нас есть опыт и практика применения, да, вот в Северной Корее, там каждый парт работник, который сидит, чистобумажки пишет, если напрягают только пальцы, он раз в году на месяц уезжает в колокос, работает целый 10 в колокосе. У них это обязало, вот. В Советском Союзе все на картошку ездят. Да, по осени, по осени. Ну, не все, но многие. Ну, извините, в ВУЗы выезжали... Студенты, студенты выезжали, да. Студенты, но выезжали не только из... И предприятия некоторые посылали частично своих людей, промышленные тоже. Да, да, да. Вон песня была у Высовского, она товарищи ученые. Да, доценты с кандидатами. Приезжайте к нам картошку копать. А были случаи, когда из деревни брали колхозника и в город везли нам учения? Почему? Что, значит, брали и везли. Люди сами ехали учиться. Это картошка городская. То есть тут и дело, да. Городская жизнь больше удобства доставляет, поэтому туда стремились. Тут вопрос, как разницу-то убрать. Понятно, что у тебя в деревне будет один магазин, да. А в городе ты можешь пойти в ГУМ одеться, продуктовый покушать что-нибудь взять. Дело даже не столько в магазинах, а сколько в удовлетворении культурных потребностей. Вот тут большая. Ну, опять же. В деревне будет один дом культуры. Да, да, да. И музея, и чего-то нет, да. Чего у деревни-то, ну, при всем желании-то этого не везти. А людей, где у вас нет много помощи? Да. Красные дороги, как вариант, да. Чтоб ты мог сесть, доехать и там все было. Как у нас в Камчатке сюда пролетают, по Куролесе-то и обратно на работу? В этом плане как раз другой вопрос. Разница между городом и деревней, да. То есть, город и деревня, как они должны будут существовать в будущем. То есть, что такое зрение в Штатах, да. Большой-большой огромный пригород, где куча частных домиков, и там можно у каждого на огороде что-нибудь выращивать. А все, благодаря транспортной доступности, ездят в центр, в магазины, да. Те же американские фермеры сели на свой джиг и доехали в город. Там, пожалуйста, вам все есть. А учитывая транспортную доступность, это не проблема. Или наоборот, город должен будет размазаться тонким слоем. Зачем эта скучность в городе, где куча пробок, куча дорог. Учитывая транспорту эту доступность, может, стоит город наоборот, это самое, размазать чуть-чуть тонким слоем и не скучивать совсем в одном месте. Ради чего это все делать? Ну, изначально создавались вот эти даунтаун, американские, деловые центры, чтобы удобнее было бумажку в одном кабинете, в другой, допустим, в соседнем здании тащить. А размазанность говорит о том, что ушла эта потребность перетаскивания. Так вот, вопрос Маркса и Энгель, с этого не могли нарисовать. Устали он тоже. То есть вопрос как раз в будущем. А как будет ли город Савадскогород, как промышленный центр? Будет ли деревня, как деревня? Опять же, смотрите, да, в деревнях тоже идет укрепление. Все эти мелкие деревни сводились большие сельские, селами концентрировались. Разрушались мелкие деревни и концентрировались за счет того, что транспорт был и можно было ездить по всем полям. То есть деревня тоже расслабилась, чтобы не было. Ну, это неизвестно еще, насколько это было направдано, ликвидация мелких деревень. Да, в плане энергии. Насколько это пришло на пользу, да. Опять же, города. Зачем их тут? Москва там? 10 миллионов уже куда-то? Ну, что улучшение коммуникации между населенными пунктами, вот это, конечно, очень важно. Ну, я должен сказать, что очень многое делалось. Многое делалось. Даже вот, я-то в детстве жил в деревне, поэтому даже у нас, вроде поселок был, ну, был совхоз, то есть он как бы промышленно считался, то есть вообще государственное предприятие, не это самое, не колхоз был. Вот, и поэтому развитие шло по какому пути? Значит, даже дошло до того, что стал летать самолет к нам. Он был на окраине области, я жил в Новосибирской области, у нас как раз на границе, практически этот был совхоз организован, после войны он уже был организован, прямо на границе с Алтайским краем, вот, и Кемеровской областью, прямо по самому углу этой области. Вот, и туда стал летать самолет. И даже помню, я уже закончил школу, еще не сразу пошел учиться, еще участвовал в строительстве аэродрома для этого самолета, чтобы туда он к нам летал, значит, на линию, это электропитание туда протянули, связь и так далее, много чего там было сделано. Ну, опять же, да, сейчас транспортная доступность, те же вертолетов, сейчас нашлепать, и самолетов, потом уже прогрессия. Ну, как только рухнула советская власть, аэродром прекратил существование. Не, ну, там, где-то... И совхоз, и совхоз прекратил существование. Различия уменьшаются только, ну, благодаря... Начали все растаскивать, все растаскивали, потом... И уровень культуры тоже поднимается. Кстати, в городах-то, в принципе, и сегодня есть тенденция, но сейчас из городов промышленность пытается куда-то выдвинуть, выкинуть запад, когда подальше. За пределы, потому что... Да, за пределы города. Дорогая земля, чтобы... Дорогая земля. Да, и оборудование. Вредные выбросы, так сказать, руководство страны, живущая в городах, не хочет этим нюхать всем. Поэтому вредное производство они подальше. На обочину жизни. Вроде... А тенденция-то есть и сейчас, на самом деле. А что такое город, который без промышленности? Это уже не город. Именно поэтому, с одной стороны, у находки сыплется рупы постоянно, с другой сейчас хотят построить некий химический терминал. Это как-то не ляжется с тем, что промышленность выносит за год. Но личная ситуация в Снавянке. Там тоже строится сейчас, с одной стороны, газовый терминал, с другой стороны... А ты посмотри по карте. Вот логичнее будет по железнодорожной ветке по крупным узелам. Это Владивосток. Это проще было сделать возле Владивостока там. В Владивостоке уже места нет? Как-то нет. У нас вон куча заводов старых. План завод стоит в огромной территории. Берестай. Вот где я море, порт. Вот тебе железнодорожная ветка. Угольная, Артём. Сейчас в Дефризе сделали мост. Там куча мест. И сразу и морские пути, и железнодорожные. Вместо этого будет еще шесть часов по железной ветке через горный перевал и туннель вытащить в находку это дело, чтобы там выгрузить. Или четыре часа в Снавянку ехать. Но дело тут вот в чем. Ну, это будет дальше, потому что строится по чему-то там. Если в Снавянке там даже дорого-то железнодорожная электрофицированная, там литровоз даже не ходит. Там дизеля надо ездить. На находке хотя бы еще, ну блин, плана по времени и плечу. Шесть часов, а там еще в Снавянке в Снавянке, да, там дополнительный тепловод зацепляют за счет того, чтобы затащить это на перевал, а потом спустить в перевал. Если мы вернемся к вопросу, который был поставлен Сталином, о том преодолении противоположностей и различий, то сейчас капитализм не сильно озабочен преодолением различий между городом и деревней. Наоборот, смотрите, что творится в деревне. Закрывают дома культуры практически, все позакрывали. Закрывают больницы, закрывают школы. Народ бежит из деревень. Вот тебе и преодоление различий. Нет, по-моему, деревне понятно, что... Ну, вот тебе преодоление различий, да. Опять же, просто так ничего не выращивают. Города же сейчас ничего не производят. Все производство из городов убирают. То есть и города, получается, не нужны, и города не нужны. Да, у нас сейчас получается выравниваем. Дело в том, что, поскольку мы теперь вступили, как говорится, плотный союз с мировой системой капитализма, да, то капитализм мировой от нас ждет только сырье. Только от нас ждет сырье. Получается, что мы естественным путем при капитализме выравниваем различия между городом и деревнем. Как это мы? Путем ликвидации деревни, да. Руины будут равномерно размажены на всей стране. Давайте наш конкретный пример разберем. Да, вот Владивосток. А нахрена он нужен как город? Как борт он не нужен. Порты у нас, вот, как говорят ранее, да? Наход мы перемещаем. Здесь удобные места для стоянки. Почему не нужен? Стоянка. Для разгрузки, для погрузки. Почему не нужен? Просто не имеет такой возможности, допустим, перестойка делать, перевалки, как, допустим, находка там, или Врангель какой-то. У них там больше возможностей. Врангель это тащить дальше. Пути железнодорожные. Посмотрите, у нас пути железнодорожные пустые. Порт у нас стоит пустой. Краны там вообще. Что ты какой-то хочешь из этого сделать? Я к тому, что города-то, получается, у нас сейчас тоже никому не нужны. Они исчезают. Да, да. Ну, какие-то особенно моногорода, да? Они промышленности нет и город не нужен. Остается промышленность-то какая нужна? Раз мы сырьевым придатком мировой системы становимся, надо. Это хорошо. Кто покупатель? За что? Если в городе нет работы, нет производства, нет денег покупать торговые сырье. Саша, получается, в чем заинтересована мировая система? Что мы добывали и поставляли им сырье? Добывали им в городе. Да, вот. А если в этом городе нет добывающих и поставщиков сырья, конечно, будет останавливаться, умирать. Ну и второе, что вредное производство еще, допустим, химические, там, стальнолитейные, допустим, чугуннолитейные, потому что там это инокология влияет, это они тоже оставят. Вот. А все остальное, конечно, оно и умирает, оно и умирает. А зачем город Владивостока, почему численность-то падает? Ну, потому что здесь... Потому что город нужен, потому что там была промышленность. Деревня, понятно, деревня, поля выращивают иду. А мировой системе та промышленность, которая у нас есть, она не нужна. У нас как, судоремонт был и судостроение, это им не нужно, они в этом не заинтересованы. А получается Владивосток никому не нужен? Конечно. В мировой системе он не нужен. Как Сочи, курортный город, куда летом приезжают, потом уезжают. А у нас не Сочи, у нас даже как курортный город. У нас на 3 дня... Трудно сказать, какая судьба ждет, но, в общем-то, безрадостная при капитализме ждет судьба. На мой взгляд, Владивосток. Это не то, что при капитализме, просто города без... Есть другой пример, да, вот в США и в Чикаго, где закончился автомобильный зараж, и город вымер. Да, и не только Чикаго, и Детройт, и Детройт там тоже уже. Детройт, да, пожалуйста. А потому что все это вынесено теперь, все эти производства вынесено туда, где есть дешевая рабочая сила. А американская рабочая сила очень дорогая. Так что, может быть, в Кульсу прибы здесь, в Куржаке, где бы работа была? Что на железной дороге, что на порту, хотя бы какая-то. Не факт, на звезде работают целые смены китайцев. Не факт, что местному населению будет работать. Работа-то будет, просто не факт, что для местных. Да, и в этом есть проблема тоже, да. Не, ну местные, местные, это уже вопрос рабочего класса, как он будет, так сказать, продвигать свои интересы, в том числе и интересы гастарбайтеров, чтобы рабочая сила была одинаково, чтобы пряли на работу. Но для этого нужны производства, производства нет. И оно более того, что вводится за оград. Просто вводится. Вон у нас есть нефть, где-то вторую вещь у нас развиваться не на первой вещке. Где у нас через дорожный терминал. Да. Не надо считать городом. Находку считаем городом? Ну, конечно. Словянка считаем городом? Нет. У него нету статуса города. А, ну ты же чисто формально по фонту являешься. Ну, она не просто на Северном пункте. Ну, а что это говорит тебе город? Там промышленность это есть, но там есть ремонтный завод. В Словянке есть, конечно. Ну, правда, они тоже... Полудохлые. Да. Хочу сказать, что они тоже там не очень-то. Там был рыбообрабатывающий, он, по-моему, сдох совсем. Не-не, они там чуть-чуть-то делают. Там цех какой-то. Практически. Судоремонт еще как-то там чуть-чуть вроде шевелится. Вот чуть-чуть. То есть промышленная производство есть, значит, получается город? Ну, вообще-то поселок он считается. Он ПГТ, по-моему, по статусу. Ну, это зависит... В деревнях тоже была промышленность? А? В деревнях тоже была промышленность? Ну, в деревнях тоже. Там тоже. Маслозаводы. Лимонады разливаются. Да. Маслозаводы, да. Всякие. Производство напитков и брось. Да, все можно. Там же городом считают определенное количество населения плюс повышенность. Я не знаю, как делится, по каким критериям определяют. Не могу сейчас сказать, но как-то это все произвольно делается. Властями определяется. Это поселок, это село. Ну, раньше, если как, город, вернее, село и деревня различались чем? В деревне церкви нет, в селе церкви есть. Вот это было, да. Так они делились. А сейчас трудно сказать. Еще хороший пример. Нет, у нас есть город Партизанск, который не лишился статуса города. Почему он лишился? А всего больше не город. А кто? Он регенерированный, с него все снято, он теперь муниципальное образование. Да, вот так? Да. То есть был город, а города не осталось. И там такие промышленности не осталось. Два завода стоят. Там в основном-то шахты были, добывающие в основном. А они все встали, да. Шахты-то все абсолютно закрыли. Ну, там не дизайн перевалочный пункт, он так, формальный. Опять же там. Ликвидировали все шахты. С точки зрения транспорта, это даже тупик. Там добывали уголь, потом везли в находку и отправляли либо в центральную часть Приморья, либо на экспорт. Но не только в находку, почему? Нет, кстати, в советские годы еще осталось вопрос, зачем нужен этот город, когда уголь уже оттуда почти выработали, там мы ушли на глубину. Там для чего построили эти заводы? Ураган, прогресс, и для чего устроили? Что если это город? Прогресс это в Арсении. Конни прогресс ураган. Ну, я не знаю там. Один ураган, второй ураган. Вон второй прогресс уже. Ну, не прогресс уже. Не пошел, не пошел. Ураган, кто еще второй, они там двоя они сбросили, да. Их отстроили для чего? Для того, чтобы вот эти шахтеры, которые освободились, да, их перегнать на завод. То есть это оставался город. потому что есть промышленность а если промышленности нет сейчас одними город больше там еще не осталось поэтому могу кстати опять же туда сидится с находку работать нужно в находке есть работа уголь там перегружают хоть что-то есть и сюда и обслуживать ремонтировать и через дорогу обслуживать и ремонтировать есть соответственно поликлиника который этих рабочих влече соответственно что врачи то есть все туда и даже в отрезвитель есть находки я не закрывали все отрезвители есть есть промышленность есть какая-то жизнь вот партизанские промышленности нет жизни нету по владивостоке промышленность что соля в общем прослойка сервис порты а сервис спортов можно сервис только административная что ты хочешь добиться до понятия как кого можно назвать городом кого нет или зачем ты хочешь добиться мысли о том что что будет современными городами а сама понятно вот как раз административный центр который дорос до 16 миллионов а всем остальным городам страны нашей что будет произойти в такой ситуации когда там промышленности нету и сельскохозяйство тоже там нету то есть они даже в деревне не могут превращаться вывод как моноперодак все эти веры вспоминайте задумку нашего правительства оставить 15 мегаполисов а все остальное вот выживая задумку маргарет течер которая сказал даст в россии достаточно 15 миллионов нет это наше недавно года полтора два назад это было так не наберется у нас 15 мегаполисов если население снимать со всей территории вокруг оставить скажем новосибирска со всей области по народ перевести вот как бы так вот у нас здесь в малый востоке чуть-чуть численность растет чуть-чуть за счет того что со всего дальнего стопы кстати численность снижается значительно меньшими темпом чем в крае то есть сначала отсюда уже переезжают не только стараюсь со всего дальнего востока сахалина с камчатки смог когда еще растет численность приемлеме получается один мегаполис который наведали восточный федеральный стране вот всего 7 максимум мегаполисов на 15 не говоря про то что там нет но в одном в одном округе может быть и несколько мегаполисов 600 тысяч 600 тысяч шестьсот с небольшим вроде то стратегно хабаровск население подразумевает значит это самое из городов дальневосточного федерального округа самый крупный домашний владивосток по населению по населению по количеству населения он чуть 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 меньше он почти такой же хабаровск по количеству но чуть меньше все таки остальные еще меньше на камчатке вообще сто девяносто восемь тысяч жила всего по всему полуострову по моему где-то несколько лет назад где-то был цифра такая мелькала вообще по всей камчатке а на чикотке еще меньше что там делать они не самостоятельно зависит от северного завод то есть если туда что-то вдруг топливо не привезут скажем то выйдет очень сладко причем у нас также в Владивостоке привезли топливо и все будет сладко мы же точно так же до железной дороги корнем что нефть у нас и извините даже джубль не добывали ну там то и железной дороги нет там то даже и железной дороги ну а только железной дороги ну как топливо топлива топодей и продажи продукты до морские перевозки и все выгодственные откуда вести смотря откуда вести поэтому не то что 15 мегаполис даже по количеству кругов не получится опять же численность в городе растет падает но и в деревне растет в крае стабильно падает в Владивостоке падает чуть-чуть меньшими темпами да да и не только во все округи в дальневосточном падает количество ну а чего вы хотели ну вот придумали этот дальневосточный гатар думают сейчас надо помочь все уже ученые я боюсь это было сразу статейно как способ приватизации земли то есть чтобы земли вязать частную собственность ну подавалось это как такая мероприятия сейчас вот придумали ипотеку эту 2 процента но мало кто помнит что у нас была программа ипотека 6 процентов в дальневосточном и вот про нее уже как-то неудобно вспоминать сейчас вот подняли на самолет цены сейчас народ опять ломанется отсюда опять ломанется рассказывают куда как у нас все растет колотиться ипотеку страны подняли жарковку средства ипотека самолета отка разница сколько не стоит и есть если нету работы не можешь этого куда у нас у них аллаш с нашего предприятия люди уезжают в москву работ там зарплата обычаями рабочие места а если здесь работы нету супер дешевый самолет делаю бесплатный по всем но люди-то хотят ездить отдыхать куда-то нету понятного у нас деревня по краю дома бесплатно дают бери заезжал бесплатный дом не надо ипотеки не платить ничего вот пустые дома бери заезжай только платить за коммуналку и все так нет жевачьи просто нету работы соответственно тебе и кушать нечего и то что там самолеты ипотеку да нет работ нет промышленности в ладике поэтому и население так порт стоит колом поэтому население уезжает нет работы нечем убежать тот же домов удачу настроить и по отсюда ученый клиент будет работать а у тебя чувственность по сравнению со всеми музыки старые миссии сложить численность меньше даже местом работы нету поэтому и место во-первых дружать но вы не приезжаю куда приезжать учащих подаватели каждый год сокращается то есть рабочих у меня вспомнил удавались путем объединили мест кузов путем сокращения в том числе том числе и сокращали персонал но на место чтобы сделать новые рабочие места они сократили еще старые а сокращение вот поэтому сокращение отличается в численность хоть бесплатные пакет смысл здесь жизнь и ничего будет а закон науки платить надо как не крутись почему цели опять же с краю очень многие из городов уезжают коммунал очень дорогая отопление очень дорогая вот за пенсию ты ее не планишь во Владивостоке коммунал раза два еще еще допустим там же партизанский затопление бухгуба на здесь за те же квадраты два раза дешево работы там нет а здесь какая-то работа информация там дороже да просто переехал сюда начинали что ту же пенсию жить лучше просто просто мечты ну да и не говоря уже о прелести от города вот театр музеи чего там это добиться и цель вечера почему деревне смысл жить если там мало то что этого нет еще и финансовых людей и работ имеют а сейчас в городе нету работу подкрытиюляют вас поэтому москве уже 15 миллионов у нас город а это и говоря уже про весь край ну черась дискуссий не состоялась у нас по тем вопросам Или все-таки состоял? Будем заканчивать, наверное, на сегодняшний день. Давайте у кого еще какие-то вопросы есть? Я традиционно выступаю в конце, потому что говорил долго. Да, давай, не ближе к микрофону. Да, я думаю, слышно вам хорошо. В общем, то, что он говорит, с одной стороны правильно, а с другой... Ну, понятно, что уничтожение разницы между физическим трудом, это в перспективе, грубо говоря, оператора плюс инженера, что в сельском хозяйстве, что в промышленности. То есть, если в промышленности инженера станки налаживать, то в сельском хозяйстве налаживать комбайн. Ну, то есть, труд, что ли, труд, плюс труд руками там еще. Он не говорит про другие вещи. Например, как там, ну, вот, заголовок называется «Проблема социализма» в СССР. Как там зарплата труда, например, как там с уровня привилений, какое социальное неравенство растет, уменьшается. Вот об этом он должен говорить, в принципе. А то, что он говорит, это, по сути, характер труда. Ну, тут, видишь, он поднимает... Учебник-то был экономики, экономические проблемы. Он, конечно, не будет поднимать социальные и политические вопросы. Вы найдете ни одну ссылку на статистике, вот, в разрезе указанных вопросов. То есть, о неравенстве, о привилегиях, о уровне оплаты труда. Потому что, если копнуть того же Ленина, то прямо говоришь, что вот, как бы, разница дохода должна быть, если не ошибаюсь, там, не выше двух-трех закладов. Ну, в общем, двух-трех раз точно. Что, сельскохозяйственный рабочий получает, так же, как рабочий в город? Ну, тот же водитель на автомобиле, на грузовике, что в городе, что в деревне получил примерно днепр. А во время страды, да, когда идет сбор урожая, они там закалачили и в два-три раза больше. Это прохожденная работа. Я говорю, разница работа колхозника и рабочего. Ну, а в чем разница рабочего водителя на грузовике в городе от водителя? Нет, ты приводишь пример, как раз-таки, пролетарий, грубо говоря, что в городе, что на селе. Я говорю именно от колхозника, который занимается непосредственно работой с... А колхозника лучше вообще? Лучше давай с отходником, потому что колхозник – это вообще другую вкладу. И опять же, мы снимали фильм, да, помнишь, что колхозники, как каждый, по-моему, мужчине себе по победе, где купили вне очереди. Потому что белорусские колхозы, чтобы колхоз, это коллективное хозяйство, чуть другое. Надо брать что-то с отходом. А почему, почему? Почему ты именно как хочешь на салхоза перейти? Ну, там же от колхоза зависит, насколько он эффективен. Ну, да. Потому что некоторые... А у нас еще мужчин не было. И так по каждому колхознику победу, вот это самое. Давали купить. Опять же, колхозники во время войны были миллионерами, которые танки покупали, самолеты фронту, по 2-3 самолеты успевали купить. Ну, а сколько таких было в общей массе? Ну, а сколько было рабочих в городах, которые мог купить себе там? Таких, по-моему, вообще не было. Там только коллективно сбрасывались. Ну, и поэтому приводить фильм, где на камеру работник может купить себе машину, это немножко комильфо. Тут вся фишка в том, что именно колхозники. То есть там они не оклад получают из оклада, они получают от объема. Ты можешь в кино показать, что у тебя хоть последний ничьим может Мерседес купить. То есть это все пропаганное? Да, это неизбежно содержит элемент пропаганды. Надо смотреть статистику. То есть колхозники, самолеты, танки во время войны не будут вкладывать. Надо сказать, что по мере развития государства, советской власти, улучшалась жизнь везде. И в колхозах тоже везде улучшалась, значительно улучшалась. Я не спорю, но вместе с тем росло и... Ну, была разница, конечно. Была разница. Ее уж надо было преодолевать, а она постепенно преодолевалась. Она постепенно... Я бы не сказал, в 30-е годы, например... А в 50-е, а в 60-е... Там тоже по-разному было. Тоже по-разному, но все-таки уже деревня стала жить лучше значительно. Электрификация там до 70-х шла. Да, я говорю, даже самолеты стали летать по дереву. Я бы не сказал, что прям вот однозначно стала жить лучше. Например, после разгром на МТС в Хрущево... Вот тут, конечно, да, это была большая беда. Когда она лучше стала жить после этого, я не представляю. Да, это была большая беда, да. А в Хрущево, я вспомню, деревня как раз мелкие. Их переносили в более крупные, где уже и дом культуры, пожалуйста, тебе и педагоги, и школа. Просто, например, у меня бабушка, которая в четвертого года рождения, она полная деревенская бабушка. Бабушка, девочка с тремя церковными классами. И когда я спрашивала, как, ну, у тебя жизнь улучшалась или нет, она говорит, да, улучшалась. Потому что она также переехала после войны в деревню, где ей построили хороший дом, хорошее хозяйство. Соответственно, условия у нее гораздо выросли. Она начала шматерку, там, не знаю, мешковине упутывалась. А потом у нее нормальная одежда появилась, все, и дом культуры тот же был. Все правильно, так оно и было. То есть, говорить о том, что не было никакого развития, или оно было скачкообразным, ну, как бы... Как ты сказал, что нет развития. В Китае сейчас тоже, как бы, у огромного большинства педагоги, сейчас их жизнь улучшается. Проблема в том, что, как они говорят, там принцип такой, что, дескать, мы все богатеем, просто некоторые богатеют больше. Ну, лучшими темпами, чем у остальных. А это как раз таки ведет нарастание неравенства и роста социальных противоречий. Как насмотреться, большинство, опять же, ты говоришь, богатеют быстрее, а какие-то единицы остаются менее богатые, то это нормально. Потому что все-таки большинство... Я думаю, Китай, это Советский Союз, да. В городе тоже, извини, сначала жили в коммуналках, потом в Кручевках, а сейчас-то в Кручевку посмотри. Ну, а сейчас-то, Алексей, ты думаешь, стало лучше, что ли, чем было при советской власти? Я бы сейчас не говорю. Сейчас вообще тоска уже в деревне. Да, если брать... Да, если люди жили в деревне тогда, при советской власти, как сейчас... Если бы не война, конечно, было бы все иначе. Война, конечно, Великая Отечественная, она здорово вырубила нашу экономику. И не только экономику, но и нормальных людей, большинство погибло. Соответственно, ну, опять же, возвращаясь к плохо это или к хорошо, опять же, как мало... Ну, если мы про Китай, там, заиклись, я просто приведу эту цитату с Молдзуну, когда его спросили. К сожалению, а то, что кучу крови провели, он говорит, ну, большинство утверждают, что я сделал больше хорошего, чем плохого, поэтому... Можно считать, что я благодененен.